Президенты стран Евразийского экономического союза собрались в Санкт-Петербурге на итоговый в этом году саммит и подписали документ о развитии до 2045 года. В экономический союз входит Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Главы стран Пятерки также подписали соглашение о создании БУНа в форматной зоне свободной торговли с Ираном. Подробности в материале нашего специального корреспондента в Москве Екатерина Глазуновой. Лидеры Евразийского союза собираются на заседание Высшего совета. Владимир Путин встречает внутри. Настроение у всех на высоте. Для оптимизма есть основания. На сегодняшний день Евразийский экономический союз – один из важнейших центров притяжения на континенте. Объединяют пять стран, еще три имеют статус наблюдателя. Простые показатели эффективности Евразийского союза – рост экономики. Об успехах в приветственной речи говорит российский президент. Взаимодействие в рамках союза продолжает развиваться динамично и успешно по всем ключевым направлениям интеграционного строительства, даже несмотря на известные трудности, связанные с непростой международной внешней ситуацией. С удовлетворением отмечаем, что в текущем году во всех странах-членах объединения фиксируется стабильный рост экономик. Так у нас в России за первые три квартала ВВП прибавил 3%, а по итогам года ожидается 3,5%. Рост этого показателя ожидается и в других странах объединения. Страны ЕАЭС взаимодействуют на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов. В целом сотрудничество продвигается успешно и раскрывает экономический потенциал стран объединения. И экономические связи – главное в сегодняшних переговорах. Преодоление вот этого санкционного давления – это наращивание темпов торгово-экономического сотрудничества по разным трекам. Если посмотреть на статистику товарооборота, то все-таки основные потоки торговые идут в Россию и из России. Вот одна задача – это развивать торговое сотрудничество, скажем так, на остальных треках, в других парах, то есть помимо России. На встречу прибыла и большая делегация из Ирана. Политики подписали соглашение о зоне свободной торговли стран ЕАЭС с республикой. Договор выгоден всем сторонам. Большая часть товаров будет проходить границы без пошлины. Документ позволит ЕАЭС и Ирану нарастить товарооборот более чем в три раза. Показатель может достичь 18-20 миллиардов долларов в перспективе 5-7 лет. В результате подписания этого постоянного соглашения, конечно же, в рынке для государства ЕАЭС рынок Ирана будет открыт. Равно как и для Ирана будут открыты рынки государств ЕАЭС. Это очень большое поспорье для развития торговых контактов, для увеличения объемов торговли. Переговоры о сотрудничестве страны Евразес ведут также с Египтом, Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Ну а еще один важный итог заседания – подписание долгосрочного программного документа «Декларация о развитии объединения до 2045 года». Она сопряжена с китайской инициативой «Один пояс, один путь» и содержит несколько направлений. По обеспечению общего рынка ключевыми товарами и услугами, формированию общего пространства взаимодействия в сфере технологического развития общего финансового рынка. Юбилейный саммит к десятилетию ЕАЭС лидеры договорились провести в 2024 году в Москве. Екатерина Глазунова, Александра Попова, Павел Глазунов, CGTN, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова